Образ тоже должен отбрасывать свою тень на мир. Людвиг Витгенштейн. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – психология соцсетей. Почему нас так завораживают соцсети? Как найти в себе смелость в них проявляться и как можно использовать соцсети для самопознания? Поговорить об этом к нам пришла Кристина Фролов, психолог, гештальтерапевт и наставник по проявлению личного бренда. Здравствуй, Кристина. Привет, Кать. Первый вопрос, который я хочу у тебя спросить. Расскажи о своем опыте взаимодействия соцсетями. Как они появились в твоей жизни и как ее изменили? Ну, если говорить уже о такой взрослой и экспертной жизни, да, то они появились как раз у меня из необходимости продвигать себя как эксперт и именно привлекать к себе клиентов. Потому что, когда я уволилась из кризисного центра, где искать клиентов как психолог, да, ну, конечно, в соцсетях в наше время. И поэтому сначала это, скорее, было такой необходимостью. И мне не очень это нравилось, потому что меня, я даже сказала честно, меня это раздражало. Потому что я, значит, у меня такое чувство было, что я с высшим психологическим образованием должна тут что-то еще разбираться в маркетинге, узнавать какие-то интересные вещи, да, и вообще учиться продвигать себя как эксперт. Ну, как бы, пусть мы нас этому не учили. Не учили, и я бы не хотела этому учиться. Мне хотелось углубляться в психологию, в практику, да, но никак не в маркетинг и не в соцсети. Но потом, когда я начала уже более активно вести, когда, ну, я бы даже сказала, пошел, наверное, уже отклик какой-то, и я почувствовала, ну, знаешь, даже какую-то вот эту миссию, что я, ну, занимаюсь психологическим просвещением и немножко повышаю такую психологическую культуру общества, потому что это действительно важно было. Это был 2015-2016 год. Психология не была такой трендовой, как сейчас, можно сказать, и нужно было прямо рассказывать людям, а почему это важно, да, почему важно заниматься психологическим здоровьем, почему к психологу пойти, это нормально, а не там для психов, да, 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 не для психов. И это была прям такая, правда, работа, и даже вот я чувствовала в ней такую большую пользу, полезность, и когда отклик пошел, то стало намного приятнее вести соцсети, а потом это же даже затянуло и стало тоже таким еще одним любимым делом, я бы сказала. С какими запросами, как к психологу, чаще всего к тебе обращаются по поводу соцсетей? Знаешь, наверное, самый такой популярный, потому что их, правда, есть несколько, и именно ко мне, потому что очень важный момент, ко всем психологам, да, все-таки немного с разными запросами обращаются, и ко мне обращаются именно с тем, как проявляться, начать в соцсетях, потому что страшно, ну, то есть вроде как и хочется, у кого-то есть потребность, например, такая же, как у меня была, но страшно, да, и обращаются вот с таким запросом. Но есть еще, знаешь, один момент, когда люди очень сильно верят в то, что соцсети – это вот та правда, которую им показывают, и они начинают себя сравнивать, да, с этой картинкой, идеальной красивой картинкой, которую показывают блогеры, да, даже знакомые, если брать знакомых, мы за ними смотрим, что они выкладывают в соцсети? Только хорошие моменты, да, победы, успехи, да, я выбираю для себя лучше. Или свадьбы, там, ребенка родили, машину купили, и все, да, блогеры хоть, слава богу, стали показывать какие-то не очень приятные моменты, да, жизни, и человек начинает себя сравнивать и думать, а со мной что-то не так, а у меня-то не так все хорошо, да, и все, и он начинает переживать по этому поводу, он начинает себя хуже чувствовать, неудачно, если просто говорить, и это тоже один такой пласт работы. Ну, и вот страх проявляться – это другой. Есть еще, конечно, один момент, он, скорее, знаешь, в семейном контексте просматривается, когда там мужи жалуются, что они постоянно в телефоне, то есть хочется вроде пообщаться, а он в телефоне сидит, приходит, да, ну, у жен тоже бывает такое, но, как правило, у меня больше клиент все-таки женщин, поэтому они жалуются на своих мужчин, вот, такие моменты есть. А вот, ну, все-таки, если мы говорим о мужчинах, ушедших в телефон, как ты думаешь, вот, ну, есть же такая, ну, зависимость от соцсетей? Есть, и, знаешь, ну, вот это такой момент, современная наша такая опасность, когда мы на самом деле ленимся немножечко нашу жизнь, реальную жизнь, да, насыщать какими-то разнообразными событиями, добавлять туда радости, а потому что на самом деле так формируется большинство зависимостей, когда мы фокусируемся на каком-то одном источнике удовольствия, да, и забываем про все остальное. Ну, и, честно говоря, да, взять телефон – это намного проще. Взять телефон, да, уйти, там, приятный контент, красивые картинки, интересные картинки, видео и так далее, а тут действительно надо одеться, собраться, поехать, взять лыжи, фигурные коньки или еще что-то. Это действительно очень много действий. И нам проще взять телефон в руки и просто развлечься и отдохнуть, и нам кажется это замечательно. И вот чем меньше у нас реальных развлечений, тем выше риск уйти в соцсети и прям, ну, зависеть от них очень сильно. Поэтому тут прям сразу такая прямая рекомендация всегда-всегда следить за тем, чтобы в жизни было очень много разных, ладно, не очень много, было несколько способов получения удовольствия и радости от жизни. И тогда, ну, будет все гармонично и снижается у нас риск вообще развития любой зависимости. А как влияют соцсети вот на, ну, на зрителя, понятно, он залипает, заменяет удовольствие, а на автора тоже уже какое-то влияние, если ты активно проявляешься в блоге, то есть тоже меняется, наверное, восприятие. Конечно, и тут включается вот эта вот зависимость от лайков, просмотров, да, то есть от оценки. Понятно, что, ну, мы все живые люди, мы все хотим похвалы, мы все хотим аплодисментов, поглаживаний, да, больше. И, конечно, здесь начинается немножечко вот эта гонка. И кажется, что, ой, что, чтобы еще такого сделать, чтобы было интересно, да, чтобы зашло. И, ну, здесь, правда, мне кажется, если кто-то решил выйти на тропу развития своего личного бренда в соцсетях, надо просто пережить вот этот момент, преодолеть его, да, и научиться немножечко отстраняться вот от этой статистики. Я вообще рекомендую иногда не заходить туда, прям, ну, не выключить совсем, а просто туда меньше смотреть, потому что, чтобы не вызывать у себя лишний вот этот стресс, да, ориентироваться именно на то, что, во-первых, мне нравится то, что я делаю, мне интересно. Ну, и, конечно, все равно обращать внимание на тот отклик, который есть, но не в цифрах, а в живых сообщениях, да, когда тебе что-то пишут люди, очень часто, кстати, когда ты встречаешь своих знакомых, они тебе тоже какую-то дают обратную связь, потому что ты делаешь и, ну, делать это. И еще тут важно понимать свою внутреннюю мотивацию, зачем вообще я делаю это как автор, да, то есть если мне нравится написать какие-то тексты, ну, скорее, это тоже инструмент моей творческой реализации такой, да, и можно же просто этим делиться, не ожидать оценки, ну, хотя вот сейчас я говорю такие немножко нереалистичные вещи, все равно все хотят, ну, вот это вот оценки, да. Единственное, что правда, научиться не раниться о том, что там как-то оно стало меньше, а просто принимать, что очень много контента, очень много авторов разных, все по-своему интересные, и невозможно все время удерживать внимание зрителя, вот нас все 100%, да, поэтому нормально то, что где-то там что-то неинтересно, где-то что-то не зашло, но если ты хотел этим поделиться, ты это делаешь прежде всего еще и для себя, ты поделился с миром, отпусти и просто радуйся перечитывай сам, и получай от этого удовольствие, да. Какие вообще есть вот мотивации, ну, такие более-менее здоровые, классные, творческие, вот, то есть я как творец, да, я проявляюсь в мир, еще какие есть мотивации, ну, которые более-менее такие... Здоровые, да? Ну, во-первых, да, это вот самореализация такая, во-вторых, слушай, ну, это вообще основное, потому что тут на самом деле у каждого человека есть чем поделиться, да, особенно если ты уже в какой-то профессии долгое время, вот всегда у тебя есть накопленный опыт, накопленные знания, и почему бы ими не делиться еще и таким образом, да, и не, так сказать, не тухнуть в своем болоте, да, вот в этом профессиональном, а все-таки отдавать тоже людям, и это всегда принесет и тебе там какую-то радость и пользу, вот. Ну, и мне кажется, если, например, я просто сейчас в декрете, мне очень актуальна эта тема, что когда вот, например, женщины засиживаются немножечко, да, вот в этом мирке, но если она, например, даже ведет блог, это уже какая-то отдушина, и вот часть самореализации, что я не только мама и тот, кто постоянно там ухаживает за ребенком там и делает одни и те же действия каждый день, а я еще и кому-то интересна, вот как автор, как женщина, даже опыт моего материнства интересен еще кому-то, помимо меня, и это уже вот просто даже способ разрядиться и как-то не то, чтобы развлечься, а так полезно поработать, я бы сказала, прежде всего для себя. А если поговорить о страхе проявляться, да, я так понимаю, что это распространенная такая-то история, что вообще стоит за этим страхом? Ну, здесь банально это неуверенность себе, потому что что мы, когда выходим в соцсети, чего мы боимся? Мы боимся плохой оценки, что о нас подумают другие, да, особенно, особенно те же пресловутые знакомые, да, вот они скажут, ой, начала там, что, блогеры подалась, да, или как все, ну, то есть вот эти вот все оценок, мы этих действительно большинство людей боится, и здесь, ну, действительно, надо понимать, что, во-первых, зачем тебе это надо, да, уж, если ты туда пошел, да, и понять, что, ну, вот, они пролистнут тебя через 3 секунды и вообще забудут, ну, вот, если говорить честно. Ну, типа, честно, все эгоисты. Очень много контента, да, и про тебя хорошо, если будут помнить, если запомнят, это здорово, но все-таки мы листаем, листаем, листаем очень много всех, и даже если на секунду он подумает про то, что, ой, в блогеры подалась, ну, что тебе от этого, да, и, конечно, здесь хорошо бы прорабатывать свою самооценку, делать ее стабильной очень, да, чтобы она не так сильно зависела от других, и опираться больше на себя, да, что у меня там есть какая-то информация, я хочу ей делиться, да, и я могу это делать, возможно, я это делаю пока как-то неумело, но я учусь, да, вот, очень важно поддерживать себя на этом пути, и тогда становится проще. Чем больше критики, конечно, к себе, тем хуже мы себе же и делаем, да, очень сильно себя загоняем, поэтому здесь прям надо работать с уверенностью в себе, она везде важна и полезна нам, не только в соцсетях, а, в принципе, в проявлении себя в мире. А у тебя был опыт столкновения с хейтом, у тебя блог достаточно большой, там 14 тысяч их было? Ну, ты знаешь, как-то мне то ли везет на аудиторию очень редко, вот прям очень редко какие-то точечные моменты бывают, бывали, и может быть из-за того, что их немного, мне как-то очень легко с ними справляться. И, опять же, я очень сильно на себя опираюсь и понимаю, зачем и что я делаю, и даже что я говорю, и как я говорю, и как-то, ну, да, это мнение человека, как правило, опять же, вот, для чего еще люди используют соцсети, слить немножко свои негативные эмоции, да, то есть человек увидел какой-то вот этот триггер, да, его что-то зацепило, его что-то раздражает, и почему бы блогеру не слить этот негатив, потому что, ну, вот у людей, кстати, есть такая позиция, что если уж блогер вышел в публичное пространство, все, я имею право писать ему все, что я хочу, и в том числе, что плохое, я о нем думаю, да. Поэтому здесь важно понимать, что во многом это связано не с тобой, а с человеком, то есть это эмоция человека, и у него она почему-то есть, почему-то ты стал просто тем стимулом, который все это разжег, да, вот эту негативную эмоцию. Возможно, это, иногда это бывает зависть, да, то есть, как правило, это, кстати, очень хорошая диагностика, вообще смотреть, что меня раздражает в других, да, например, людях, блогерах, тех же соцсетях, и смотреть, а как это вообще про меня, то есть, скорее, это как что-то во мне такое есть, что я себе, например, не разрешаю, а он такой разрешает, а как это вот, как это так, и мы начинаем на это раздражаться, не осознавая, конечно, того, что мы на самом деле это хотим, потому что мы иногда даже себе не разрешаем это хотеть, надо просто себе это позволить, и мне станет проще, поэтому, как вот я справляюсь с хейтом, я точно понимаю, что это про него, а не про меня, и я просто являюсь тем раздражителем, который вот послужил этой эмоцией. Мне очень отвлекается, что ты говоришь, вот эту тему мы классно затронули, про то, что соцсети можно использовать для самодиагностики, то есть, вот, и хочется, чтобы, ну, было какое-то понимание более широкое, а зачем наблюдать вот в себе или там в том, что, в том, на что я смотрю, когда я листаю там свою ленту, то есть, что вот на раздражение, раз. Раздражение, раз. А второе, очень простое, это вот как раз, как определить сферу своих интересов. Многие задаются вопросом иногда, типа, а что мне нравится, да, а что, в какую бы профессию я пошла, а вы просто посмотрите даже свою ленту уже рекомендаций, и будет, на самом деле, все очень понятно, потому что если вы подписаны на кучу стилистов, ну, наверное, это о чем-то говорит, да, вам интересен как-то стиль, на кучу там дизайнеров, интерьеров или психологов, или, ну, то есть, у нас есть превалирующее большинство, на каких именно экспертов мы подписаны, и здесь прям можно посмотреть, да, какие сферы, их прям можно выписать себе, несколько сфер, какие сферы мне интересны, и посмотреть, а в какую сторону, да, можно мне подвигаться, даже в поиске хобби, не всегда там, да, в смене профессии, а иногда прям, да, можно заметить, куда бы мне пойти еще поучиться, да, какой бы, там, курс приобрести, сколько можно на это смотреть, наверное, можно уже попробовать, да, вот это, ну, и просто даже определить какие-то актуальные желания, или про что я сейчас живу, да, мы тоже видим, потому что у меня сейчас открыть, у меня одни, не знаю, дети в красивых каких-то нарядах, бентотортики на каждый месяц, и вот такие вещи, да, ну, потому что я очень много живу там про материнство, ну, и видео про маркетинг мне все время там выскакивает, да, у кого-то это будут, не знаю, подборки с маникюрами, еще что-то, ну, то есть это прям очень видно, если взять немножечко так отстраниться, что это там я, а вот просто зайти и посмотреть, а что вот здесь, и можно очень здорово про себя узнать такие вещи. Здорово. А если взять вот именно какой-то терапевтический контекст, мы можем соцсети использовать для того, чтобы, ну, там, полечить какую-то свою часть или что-то? Ну, вот знаешь, это такой аккуратный момент, в какой-то степени, да, ну, по сути, это как книга может быть, да, если мы читаем какой-то интересный пост или чью-то историю какую-то, да, которая может откликаться, мы же даже можем там слезами откликнуться как-то или посмеяться, по сути, да, это может быть такой очень легкой-легкой терапией, да, какой-то, мы можем находить что-то полезное, брать какие-то упражнения, использовать, опять же, да, как инструмент, ну, там, если брать все-таки психотерапию, ну, это только с человеком, ну, тут, знаешь, как-то я буду тверда, потому что вот все-таки важен другой человек, который сможет тебе дать обратную связь, который может тебя, ну, уже направить, да, который сможет тебя поддержать, потому что, да, и текст может тебя поддержать, но не настолько, как живая душа перед тобой. Ну, а, то есть я как творец могу использовать, допустим, ну, вот свои соцсети для того, чтобы со мной исцелиться как-то? Вот смотри, с одной стороны, да, мы можем чем-то делиться, но тут есть момент, что мы и пораниться можем. Вдруг вот как раз хейт прилетит какой-то, да, и то есть как бы я вроде как открываю свою душу, делюсь чем-то, да, а кто-то вот что-то написал плохое, и в соцсетях, я бы даже сказала, нужна, наоборот, устойчивость уже, да, такая побольше, чтобы вот устоять, чтобы тебя от какой-то единственной оценки сразу не сломило. Кстати, это вот тоже такой фактор, люди часто только начинают, и даже появляется какая-то положительная обратная связь, им даже нравится, и прилетит один какой-то комментарий, или какое-то одно сообщение, и все, и он опускает руки. Но вот, к сожалению, мы на негатив так привыкли реагировать, что если хоть один человек подумал про нас плохо, значит плохо все, и мы сами обесцениваем, да, а заметить, что сколько было уже хорошей обратной связи, что на самом деле большинству нравится, бывает сложновато, и поэтому, кстати, в этом плане тоже очень полезен иногда вот психолог, да, все-таки свой, когда ты можешь прийти, ему что-то такое сказать, а он тебе вернет, а ты посмотри, сколько ты уже здоровского сделал, сколько на самом деле тебе прилетает и положительной обратной связи. И вопрос к тебе как к наставнику, да, юных блогеров, скажи, вот, я думаю, ты тоже замечаешь такой момент, что несмотря, вот, возьмем двух блогеров, оба все делают все правильно, красиво там оформляют сторис, все вообще пишут по контент-плану, но одни вот почему-то притягательные, хочется их читать, комментировать, подписываться, лайкать, а вторые, вот они все делают правильно по технологии, но каких-то чувств не вызывают. Ты знаешь, во многом это связано как раз с тем, что вот не надо иногда идти правильной по технологии, нужно идти так, как тебе хочется, то есть важна искренность, очень сильно сейчас важна искренность, потому что мы все-таки притягиваемся на человека, и если вот говорить об экспертности, то казалось бы, ну ты выходи, рассказывай что-то полезное, 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 делай это правильно, делай это красиво, но тем не менее будут подписываться и смотреть, следить за тем человеком, кто будет говорить это простым языком, кто будет доносить это на каких-то своих жизненных примерах, кто будет делиться своими жизненными историями, да, не надо все рассказывать про себя, да, но какие-то частички, чтобы зритель, который на тебя смотрит, он чувствовал, что ты тоже человек, а не просто какой-то эксперт, который сидит там с короной на голове, знаешь, белом пальто, да, и все это вещает, на самом деле человеку хочется человека, и пойдет, там, не знаю, за любой услугой, за любым товаром человек к человеку все-таки, да, именно поэтому важен личный порядок, даже если говорить о товарке, да, и о коммерции, то вот важно, чтобы там бы человек был, и вот когда начинающий эксперт или блогер начинает зашивать себя в какие-то рамки, там, да, тот же контент-план или еще что-то, он становится немножечко таким, знаешь, искусственным, как роботом, естественно, на него не так будет реагировать, кому это, например, больше подходит, да, и кому-то легко дается вести по контент-плану и по какому-то там запланированному вещу, а кому-то, вот я нет, я сколько не пробовала, знаешь, контент-план, ну вот не идет у меня, мне очень важно здесь и сейчас, очень важно делиться тем, что происходит, даже какие-то экспертные вещи у меня все равно всегда адаптируется под ту жизнь, которая сейчас происходит, я могу даже, даже если я все-таки задумала, что, ну вот сейчас вот в таком последовательности я помещаю, может случиться что-то другое, что-то более важное, я включаю, и вот тогда идет отклик, вот даже на своем опыте я отслеживала, если ты начинаешь просто как-то планомерно что-то вещать, падает вот этот интерес, ну то есть вот и ответ, да, почему-то у кого-то больше лайков, у кого-то меньше, ну и опять же, надо не забывать, что это развлекательная у нас площадка все равно, да, соцсети и что-то новое, что-то интересное привносить бы нужно, да, даже вот в свою жизнь, если уж ты решил быть блогером, да, ну даже не будем, почему-то некоторые стесняются и так боятся называть себя блогером, ладно, развивать свой личный блог как эксперт, скажем так, то хорошо бы привносить что-то яркое, что-то новенькое, потому что если ты опять же все время будешь снимать одни и те же видео там из своего кабинета, это тоже станет скучно, какими бы они не были полезными, и опять же лайков станет намного меньше, чем у того, который сегодня вот в живых душах, да, там снял какой-то ролик, завтра у себя в кабинете, завтра в машине, завтра на улице, в снежочке, то есть вот какие-то такие перемены тоже важны. Поэтому, наверное, блогеры все время меняют прически, я заметил. Да, ну на самом деле, если говорить вот про блогеров, которые какие-то очень яркие и ведут такой лайфстайл, лайфстайл, кстати, одна из самых сложных в удержании внимания, вот им сильно приходится изловчаться, менять образы, менять прически, локации, все вот это вот, это действительно, да, когда все-таки есть экспертность, чуть попроще вести блог, потому что ты, ну, все-таки чем-то денешься полезным, и именно в этом смысл твоего блога, да, а лайф ты привносишь уже как бы, ну, так, частично, и здесь, я бы сказала, чуть попроще, когда есть какая-то экспертность. А знаешь, еще вопрос такой про выгорание, то есть я наблюдала несколько историй, когда человек включается в блог, все делится, кажется, что ему все прям суперлегко, и может быть, на самом деле легко, проходит какое-то время, и все, человека нет. Ну, встречаешься, спрашиваешь, что случилось, ну, все, могу. Ну, это как в любой профессии, вот прям профессиональное выгорание, оно случается, как раз здесь просто нужен, как и везде, знаешь, вот этот баланс работы и отдыха. То есть, по сути, профессиональное эмоциональное выгорание, оно и основано у нас на том, что мы очень сильно устаем, мы очень много вкладываемся и, скорее всего, мало получаем. Но иногда бывает такое, что мы даже достаточно получаем, но как-то забываем про то, что нужно отдыхать, про то, что мы живые люди, про то, что нам нужно достаточно спать, там, хорошо есть в идеале, да, вот эти все вещи. И вдруг мы просыпаемся в один прекрасный день, нам ничего не хочется, нас не радуют привычные вещи, которые радовали до этого, да, а надо просто отдохнуть. И если мы доходим до такой точки, то здесь действительно нужно просто взять прям себе отпуск или несколько выходных дней, ну, вот от того, что мы устали, да, если это соцсети от них, если это своя профессия, то от нее. Это прям очень важный момент, следить вот за профилактикой работы отдыха. И даже в соцсетях, если мы начинаем относиться к этому как к работе, то тоже нужно найти свой баланс, да, сколько я готова туда вкладываться, нужны ли мне выходные совсем, или я могу просто в выходные чуть меньше постить, да, или вообще вот прям. Детопс. Да. То есть, и это нормально, сейчас действительно приходит такой, ну, там, тренд, не тренд, делать себе выходные от соцсетей, да, вот в таком профессиональном блогерском круге, и это нормально, хотя, конечно, мелькать в сторис каждый день, это лучше для охватов. Каждого эксперта мы всегда спрашиваем, что он может порекомендовать практического в литературе, в упражнениях, в общем, ну, в общем, как я, как юный начинающий блогер, могу больше проявляться в своем блоге, больше творить, легче это делать, или полюбить соцсети, да, вот ты рассказывала, что у тебя пришлось, у тебя как-то удалось. Вот что мне сделать, чтобы мне тоже удалось? Смотри, вот первое, что я бы порекомендовала, это начать себя, например, снимать даже больше в жизни, пока не выкладывать, да, то есть тебе очень важно привыкнуть к тому человеку, вот в телефоне на экране, который есть, да, прям снимать себя, дома ставить телефон, камеру снимать, смотреть, а как вообще я выгляжу, а что мне понравилось, что мне не понравилось, вот здесь я так говорю, а здесь так, а какой ракурс у меня там, да, выгоднее. Рабочая сторона, вот это все. Рабочая сторона, да, потому что, ну, кому-то действительно, кто-то ее находит, потом на другую смотрит и думает, ну, нет, ну, я больше не хочу этой стороной поворачиваться. У меня тебе без работы ты в сторону. Такого не бывает. То есть мы прям привыкаем к этому человеку, и можно, ну, выкладывать уже тогда, когда ты посмотрел что-то там, понял, что мне нравится, что не нравится, и начинать потихонечку выходить. И вот опять же, прям поддерживать себя на этом пути. Каждый день вечером, там, перед сном обязательно выписать себе или просто проговорить, вот, за что я молодец, да, поблагодарить себя. Это очень простое упражнение, его многие обесценивают. Ну, типа, ой, что там эти благодарности писать или говорить себе? Но на самом деле, если бы люди все начали делать это простое упражнение, они бы заметили, насколько оно действенное. Потому что мы начинаем напитываться вот этой вот пресловутой любовью к себе, да, хоть немножечко, хоть капельку похвалы себе давать, это очень важно. Замечать, да, что вот классного я сделала. Если мы говорим про соцсети, что в соцсетях, да, там, я сегодня текст классный написала, да, или вот сегодня я сделала красивую фотографию, а сегодня я не постеснялась снять видео в каком-то общественном месте, да. То есть, и это все делать. Наверное, самая важная рекомендация – это начинать просто делать. Пока мы готовимся. Вот я куплю себе кольцевую лампу. Да, подбираемся. Никогда мы не начнем. Нужно просто начинать делать, пробовать и получать уже этот опыт. На самом деле все не так страшно, как кажется. И брать себе в поддержку, опять же, там, друзей, знакомых, которые поддерживают, да, пойти с подружкой в кафе и снять вместе будет проще. Намного, чем когда ты один сидишь, вдруг кто-то на тебя посмотрит. Если ты с другом, то тебе уже все равно, да, и прям вот заручаться поддержкой тоже окружающих в 100%. Еще один момент – это найти действительно тех экспертов, которые вам очень нравятся в соцсетях, да, и посмотреть вот какие-то тоже их сильные стороны, которые откликаются. Не надо повторять 100% так же, да. Мы не сможем повторить так же. У нас есть всегда своя какая-то уникальность, да, посмотреть и к себе какие-то моменты всегда прикладывать, да. А вот так вот я тоже смогу, а может быть мне вот так попробовать, да. А может быть вот этот шрифт, да, мне больше понравится в сторис там или еще как-то. И на самом деле пытаться где-то повторить, да, и посмотреть, а как это на меня ложится. Потому что экспертности очень много, очень много вдохновляющих историй, и очень важно за ними тоже последить. Но всегда помнить, что это за вот этой вдохновляющей историей, которая зарабатывает уже миллионы, не знаю, живет в Дубае и еще что-то, большой труд и пройден большой путь. Не надо думать, что если я сейчас не там, я неудачник. Ну, надо тут отделяться и тоже понимать, что у меня тоже может быть этот путь, и мне тоже нужно делать определенные точечные действия для того, чтобы прийти туда, куда я хочу прийти. Это прям важный момент, который, к сожалению, сейчас на многих давит, да, потому что очень много успешных историй. Нам кажется, что это вот такие вспышки. Что это нормально вообще, что это у всех происходит. Да, и что это очень быстро произошло. На самом деле нет. Мы просто, как правило, не знаем всей этой истории, и даже если нам ее рассказывают, нам кажется, что это очень быстро произошло. Нет. Это большой труд и тоже определенные действия, которые человек делал, 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 и пришел уже к этому успеху. И, кстати, можно вот эти действия тоже себе в копилочку брать. То есть, что мне нужно сделать. Возможно, мне нужно тоже походить к психологу, а возможно, мне нужно вот столько времени уделять соцсетям, а возможно, мне нужно углубиться вот в эту сферу, да, знания, а возможно, мне курс нужно какой-нибудь. Красивую фотосессию сделать. Банально, да, сделать красивую фотосессию, а не против света все время фотографироваться. Даже банально развернуться к окну, сделать фотографию, а не наоборот. То есть, таких моментов мелких можно понабраться очень много, если подписаться на тех нужных людей, которые есть сейчас тоже в сети. И еще, кстати, могу порекомендовать, очень легкий, опять же, если отдохнуть и посмотреть, сейчас сериал есть, называется «Стрим». Наш русский, комедия, очень легкий. Но как раз там можно посмотреть, во-первых, на то, как поведение людей меняется, когда они узнают, что их снимают на камеру, и посмотреть, как захватывается аудитория на очень простую жизненную историю мальчишки, которые учатся в школе. То есть вот эта вот простота как раз и такая доступность контента, то есть это происходило со всеми. Но с другой стороны видно, что если бы у него совсем была скучная школьная жизнь, то смотрели бы не так, как там друг ему уже подсказывает, давай тут драку устроим, давай тут поцелуй уже, ну то есть чтобы вот захватывать внимание аудитории. Прямо на досуге посмотреть, но захватить тоже такие моменты, вот блогерские, так сказать. И еще, наверное, один сериал тоже могу порекомендовать, там немного серии, «Капельник» называется, тоже наш русский слышала. Это как раз заглянуть в изнанку блогерской жизни, но уже вот такой профессиональной, понимать, что это уже, это действительно стало профессией, это действительно одна из сфер бизнеса, в которой вкладываются большие деньги, большие ресурсы. И посмотреть вот эту изнанку, как человек может и словить звездную болезнь, конечно, к сожалению, да, ну и какие там тоже есть риски, подводные камни. В общем, ну, интересный сериал тоже можно посмотреть. Здорово! Спасибо большое за этот содержательный и очень полезный разговор. Надеюсь, что каждый найдет в себе силы проявляться более смело в своих соцсетях. А следующая наша встреча будет посвящена теме «Время». Как выстраивать отношения с временем, как эффективно планировать, как не бояться что-то не успеть. Обсудим. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok